В 2017 году городская больница номер 4 получила лицензию на проведение лечения, используя методы генноинженерной биологической терапии. Такое лечение получают пациенты с диагнозами язвенный колит и болезнь Крона. Генноинженерная терапия – это введение нашим пациентам с воспалительным заболеванием кишечника препаратов, биологически активных так называемых. Они подавляют иммунитет и являются крайним методом терапевтического воздействия таких пациентов. Потому что стандартная терапия у нас идет в форме гормонов, цитостатиков. Если они не действуют или не удерживают ремиссию данных пациентов, то мы вынуждены переводить данных пациентов на биологическую терапию. Препарат дорогостоящий. Одна инъекция стоит от 60 до 150 тысяч рублей. Курс лечения равен примерно 1 миллиону в год на человека. Финансирование осуществляется из бюджета региона и фонда обязательного медицинского страхования. К сожалению, данные заболевания у нас растут. И это очень печально. И медицина, и все научное сообщество ищет новые методы и способы. Потому что нет идеального препарата. Ни один препарат не может излечить данные заболевания. Если, допустим, в случае язвенного колита радикальным лечением и излечением может стать оперативное лечение, когда просто удаляется весь кишечник толстый и пациент прекращает болеть, то в случае болезни кроны и такого варианта нет. Поэтому на данном этапе есть в нашем распоряжении 5-6 препаратов. Разрабатываются новые, проводятся исследования. Подавляющее большинство пациентов, которые получают генно-инженерную биологическую терапию, люди в возрасте от 20 до 40 лет. Врачи отмечают, что при строгом соблюдении рекомендаций во время лечения самочувствие пациентов значительно улучшается. Одна из первых больных стала матерью и теперь воспитывает малыша, которого родила без осложнений. Потому что есть и осложнения, конечно же, этой терапии, но и хороший эффект. Многие из этих пациентов достигли ремиссии в своем заболевании, могут осуществлять свою профессиональную деятельность, потому что все-таки данное заболевание поражает, к сожалению, молодой возраст и тяжело протекает именно в молодом возрасте. Как считают медики, внедрение методов генно-инженерной биологической терапии уменьшает сроки госпитализации пациентов, дает возможность избежать хирургического вмешательства и достичь длительной устойчивой ремиссии. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...